всем привет и сегодня я хочу обозреть вот такую вот замечательную вещь это прицел вместе с дальномером могу сказать от себя я не любитель подобных скажем так гаджетов и я больше скажем так в этом смысле ламповый я люблю чтобы было тупо прицел один пин и все такое и когда ко мне пришел лук вот магазина ортман для настройки там обзора и так далее то с ним мне в комплекте дали вот этот прицел если честно я как бы ну отнесся к этому достаточно скептически так посмотрел покрутил да прикольная игрушка на один раз показать друзьям и все такое но потом когда там пристреливал лук после настройки и так далее я пострелял именно с этим прицелом и штука оказалась достаточно прикольная объясню почему в давайте начнем с конструкции в целом это соответственно полностью алюминиевый прицел у него только скоп пластиковый а все остальное алюминий он имеет все настройки основные вертикали горизонтально кликах и с блокировкой соответственно также он имеет все настройки остальные то есть он имеет третью ось он имеет завал скопа вперед-назад маркированный и в целом достаточно такая ну надежная крепкая конструкция без каких-либо люфтов без чего таков без всего такого также эта история соответственно лево праворукая то есть его можно перевернуть на другую сторону и стрелять слева рукой с лука и справа лука то есть достаточно универсальная вещь что касается в общем то использование данного прицела и в принципе как все это работает использование его достаточно прикольное тем что вы просто его включаете включайте режим постоянного измерения То есть, он меряет любую дистанцию, куда у вас указывает 20-й пин. Соответственно, меряет до 300 метров. И вы спокойно наводите, понимаете дистанцию и пристреливаете нужный вам пин ниже или стреляете по нужному пину, либо между пинами и так далее. То есть, достаточно прикольная история. Быстро, удобно, но если говорить, допустим, для пострелушек, это, конечно, ну, так себе бонус. То есть, это, конечно же, полностью охотничий прицел, который нужен исключительно охотникам. Именно для того, чтобы очень быстро, увидев дичь, соответственно, по ней перенавестись и сделать правильный точный выстрел. Если сравнивать этот прицел с какими-то американскими чудо-прицелами, он, конечно же, им уступает. Понятное дело, это китайский прицел, который стоит всего каких-то там 20 тысяч рублей. И если сравнивать с тем же самым гармином, он, конечно, будет проще гармина. Но, в отличие от того же самого гармина, он не имеет стекла здесь. И, соответственно, если там дождь, еще что-то, он у вас не запотеет, не запачкается, это стекло. И второе, что еще, то есть, если у вас села батарейка, что-то произошло именно с длинномером, вы всегда сможете выстрелить тупо по пину, которая у вас также стоит на прицеле. Соответственно, это, скажем так, чем-то он хуже, но на самом деле лучше, потому что он более, скажем так, универсальный, более надежный. Что касается именно выстрела, если сравнить его с, так скажем, обычным выстрелом, когда у вас в руках, грубо говоря, второй дальномер, ну, точнее, не второй, а дальномер в руках и обычный прицел, допустим, многопиновый, как в данном случае. Соответственно, вы должны взять вначале дальномер, измерить, повесить куда-то дальномер, убрать его и потом уже растянуться, выстрелить достаточно долго. Если касательно этого прицела, то вы включаете режим постоянного измерения, растягиваетесь, в начале пипсайт, там, грубо говоря, вот так держите пипсайт, чтобы вы видели сразу экранчик и 20-й пин. Наводите куда вам надо, чуть передвигаетесь, делаете выстрел. Быстро, удобно. Соответственно, не упустите тот, что называется, момент, когда вам надо выстрелить. Что касается, скажем так, самих пинов, очень прикольно то, что они, соответственно, разноцветные, зеленый, оранжевый, красный, оранжевый, зеленый. То есть вы всегда сможете, как минимум, быстро, навскидку, не ошибиться по пину, потому что у вас в голове отложится, со временем настрела, у вас в голове отложится то, что, там, допустим, красный пин, это, там, не знаю, 50 метров, и вы четко всегда будете по нему стрелять на 50 метров. В общем, достаточно правильная история, что они разноцветные, именно прям вот сильно разноцветные. Что касается самого веса скопа, то есть который добавляется за счет дальномера, из-за того, что это все дело наполовину пластиковое, из-за того, что там достаточно легкая конструкция внутри висит, он всего весит 370, по-моему, грамм. То есть он не такой тяжелый. Понятное дело, что он добавляет вам дополнительных паразитных вибраций, и что эта вся история при выстреле, конечно, ну, чуть больше вибрирует, потому что есть вес, вынесенный, соответственно, от вашего, от рамы вперед. Ну, как бы, они незначительные. То есть они прямо вот реально, они есть, но они очень минимальные, и, в общем-то, никакой проблемы в этом я для себя не нашел. В целом, наверное, как-то так, если разговаривать про выстрел и использование данного прицела. То есть это вещь, которая, либо же, если вы хотите просто повыпендриваться перед друзьями, смотрите, какая у меня чудо-штука технологичная, либо же это действительно очень функциональная история для охотников, особенно те, которые занимаются ходовой охотой. Но в России, в общем-то, у нас все это дело запрещено, как охота с луком, так и охота ходовая с луком. Ну, точнее, вся охота с луком запрещена, и все. Соответственно, данный прицел, он немножко теряет свою, так сказать, яркую прелесть в данных условиях. Но во всем остальном, конечно, это достаточно хорошая, удобная и классная штука. Хотя, еще раз повторюсь, на первый взгляд кажется, что это просто игрушка на пару раз пострелять. В чем его преимущество, допустим, перед предыдущими, скажем так, моделями, которые были, просто вешались на раму, стоили там в районе, не помню, 20, по-моему, тоже тысяч рублей. У них не было как раз-таки вот этого 20-го пина, и они у вас светили лазером непонятно куда. То есть то они в листик светят, то в землю, то у вашего кабанчика. И, в общем-то, непонятно. А с этой штукой все понятно, потому что у вас тупо пристрелянный 20-й пин. Понятное дело, кстати говоря, ни на каких 3D, ни на каких соревнованиях вам с таким прицелом делать нечего, вас туда тупо не допустят. Вот. Что касается этого всего. Что касается, соответственно, самого прицела и настроек данного прицела, и что же у него есть. Ну, во-первых, у него есть угол наклона, то есть он всегда измеряет угол наклона. Второе, что у него есть, это одно нажатие на пультик, который вы вешаете куда-нибудь в районе руки. У вас включается постоянное измерение. И куда вы наводите 20-й пин, то у вас, соответственно, и показывает ту дистанцию. Все время. То есть, если вы двигаете, он у вас будет все время меняться, здесь будет дистанция. Вот. То есть, он именно моментально измеряет, не надо ничего дополнительно нажимать. Тоже очень удобно. Что касается, соответственно, самих настроек прицела и... А, кстати, еще у него есть подсветка. То есть, вам не надо ничего иметь с собой, ничего дополнительно вкручивать. То есть, вы нажимаете на измерение, у вас включается подсветка, ее, соответственно, можно включить в меню. Дальше. Есть у нее сразу же, если говорить, режим горизонтальной дистанции. То есть, если вы стреляете со склона или в склон, у вас есть режим горизонтальной дистанции. То есть, он меряет прямую плюс угол, получаете горизонтальную дистанцию. Соответственно, режим тумана. Режим горизонтальная дистанция плюс туман. И, соответственно, сама подсветка. Вот, допустим, режим 1, ее включим. Вот, соответственно, она постоянно горит, и у вас всегда подсвечены пины Их три режима подсветки, соответственно, от более темного к более яркому Понятное дело, что в темноте лучше стрелять с более темной подсветкой, точнее, в сумерке Также вот это вот кольцо белое, оно светонакапливающее И, соответственно, если на него посветить тем же самым ультрафиолетовым фонариком, обычным фонариком Оно будет какое-то время светиться, и что вам поможет выстрелить именно в темноте или в сумерке В которой обычно проходит охота Соответственно, чем это надо, почему это надо? Потому что в сумерке, если вы прицеливаетесь, у вас темная мишень достаточно У вас темный скоб, и вы тупо не совместите пипсайд с кольцом скоба И если он у вас светонакапливающий, хотя бы чуть-чуть, вы его сможете увидеть И сможете правильно совместить пипсайд с кольцом скоба Что касается же самих настроек прицела, что у него есть? Есть у него первая настройка времени сканирования То есть сколько будет происходить сканирование после одиночного нажатия, когда он начнет сканировать дистанции Соответственно, это от 1 минут до 5 минут С шагом в минуту Что еще есть? Это время выключения автоматического прицела То есть время автоматического выключения дальномера Соответственно, от 30 минут до 2 часов Далее Что здесь есть? Это красный указатель То есть включается красный указатель, который находится под вот этим винтом Он нужен исключительно для того, чтобы пристрелять прицел И синхронизировать дальномер с 20-м пином После этого вы его отключаете, закручиваете, обратите на винтом И больше его, что называется, не достаете Потому что он далее не нужен Потому что, допустим, в тот же солнечный день он вам абсолютно бесполезен А зверя он может испугнуть, как красная точка Соответственно, у вас для этого есть 20-й пин, который вам позволяет делать все необходимые, так сказать, манипуляции Далее, что у нас еще есть? Здесь у нас также еще есть В чем дистанция измеряется То есть метры, ярды Понятное дело, нам нужны метры для нормальных, что называется, единиц измерения Ну и опять возвращаемся к времени сканирования То есть, в целом, настройок у него не так и много Но есть все необходимые настройки Это, на самом деле, вам... Я даже не знаю, что вам еще может понадобиться от подобного прицела То есть, какой-нибудь там ретинолог, как на том же самом гармине Или еще что-то, когда он у вас, типа, угол показывает, что вы завалили Не завалили лук вперед-назад По большому счету, вещь достаточно ненужная Хоть и классная, но без нее вполне можно легко и спокойно обойтись Да, тем более, что у вас есть градусы Вот, в целом, наверное, как-то так Прикольный Лево-праворукий прицел Полностью алюминиевая конструкция Только скоб пластиковый Есть выносной пульт, который вам позволяет быстро включать-выключать режим измерения То есть, вещь достаточно хорошая для охотников Именно и только Ну, либо же, если вы хотите иметь достаточно универсальную историю И стрелять То есть, вы по стрелушнику, у вас есть несколько дистанций И вы все время хотите, допустим, менять дистанцию Ну, так, на самом деле, интереснее То вы всегда можете переизмерять свою дистанцию И всегда стрелять по нужному вам пину Вот, так что, в целом, штука действительно классная Если она выполняет или нужна вам для определенных задач Как основной прицел и единственный прицел для лука Если вы не ходите на охоту Я бы его, конечно же, не рекомендовал В общем, каждая вещь должна, на самом деле, выполнять свою функцию И свою задачу Вот у этого задача именно такая И действительно, эта вещь дает вам некое преимущество Перед стрельбой с обычным дальномером и обычным прицелом Потому что здесь все в одном И вы можете сделать измерение уже в растянутом луке То есть, вы растянулись, померили, выстрелили Точнее, даже, скорее, нужно делать здесь измерение в растянутом луке То есть, это значительно сокращает вашу скорость выстрела В целом, как-то так Все в этом смысле хорошо и замечательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Будет очень много еще чего интересного Всех обнял, ушел